Субтитры сделал DimaTorzok 5.7 всего, ну 5.10, ладно Вот, которые вы посмотрели и более-менее в курсах чё к чему А также специально я создал тему в группе своей ВКонтакте Ссылку на эту тему вы найдёте в описании, куда вы можете задать свои вопросы И чем уникальнее и интереснее не ваш вопрос, тем больше вероятность того, что он попадёт в эту рубрику Давайте посмотрим, что вы там написали мне в комментариях всякого разного Лучше бы ноги сустава пилили бы Это вам был комментарий про то, что мини-боссов, режим мини-боссов добавляют в робокрафте Ну, во-первых, мини-боссы это не так уж и плохо А во-вторых, ноги сустава пилят, судя по последним новостям Поэтому, возможно, их опять же в следующем, а то и через патч добавят уже Киллинг Флор Не, это был комментарий о том, что Пейнкиллер легендарная игра И после Пейнкиллера ничего не вышло Такого прям зубодробительного На самом деле нет, Киллинг Флор, ребята, не стал культовым Да и рецензии от оценки у журналистов он получил где-то 7-7,5, что явно не тянет на те 9 и 10, которые получал Пейнкиллер Так что Киллинг Флор хороший шутан Про зомби, тем более, Сувайвл, ну это моднявенько А Пейнкиллер был все-таки не про зомби вовсе, а про демонов Он не эксплуатировал популярные сеттинги Так что нет Эти игры разного немножко уровня Вот этот комментарий мне особенно, ребят, нравится У меня одного зависло на второй минуте, второй секунде И этот комментарий еще 4 лайка набрал Опять же, под видео про мини-боссов На самом деле это стоп-кадр называется, чувак А не видео зависло Если бы оно зависло, то и звук тоже бы завис Мне кажется, или у тебя голос немного изменился Да, ребята, кто заметил, то у меня с недавних пор новый микрофон появился Микрофоном, вот И он явно лучше, чем мой предыдущий Но если вы ничего не заметили, то, ну и хрен с вами Я, по крайней мере, явно слышу разницу И мне это больше чем устраивает Отлично, супер, спасибо за видео, за прекрасную игру А будет ли то же самое по Return to Castle Wolfenstein? Очень хотелось бы увидеть Это, опять же, комментарий про серию Пейнткиллера На самом деле нет, вряд ли я буду делать историю серии Return to Castle Wolfenstein, во-первых Или Wolfenstein, как правильно на самом деле произносить На самом деле нет, не буду Или, короче, не важно Не буду я это делать, потому что, во-первых, таких историй уже на Ютубе хватает А во-вторых, это не та серия, которую я прямо в каждую часть там сидел Задротил, перепроходил по сто раз, чтобы вот прям вот Ярко, бурно мог я это вам рассказать Только по каким-то Википедиям, что ли По моим впечатлениям из каких-то других пережимок И это не очень правильно, я как считаю Поэтому вряд ли я буду это делать Это слишком морочно для меня Лучше делать по тому, что мне реально нравится Потому что я реально играл очень много Так, ладно, этот комментарий я оставлю напоследок Вот это мне понравилось, комментарий Про... под видео World of Tanks Игра говно, всё бросить хочу, но не получается из-за зависимости А на самом деле в неё просто невозможно играть Ну, я не призываю вас обсуждать качество игры World of Tanks Это дело каждого Но мне очень интересен подход Игра говно, но всё бросить хочу, но не получается из-за зависимости Чувак, попробуй поиграть в что-нибудь хорошее и качественное Во что приятно играть, говорят, к хорошему быстро привыкаешь И если ты выработаешь привычку, вот эту вот зависимость в какой-то другой хорошей игре То вряд ли ты захочешь играть в ту игру, которая не приносит тебе удовольствия Это очень странная какая-то садомазохическая у тебя зависимость Ты давай, лечись, я за тебя переживаю Этот комментарий прям тронул меня до глубины души Вы сейчас сами всё поймёте Я ушёл из игры, потому что сложно стало Это про Robocraft Я вообще недавно начал играть, но мне не понравилось Так ты ушёл из игры, потому что тебе сложно стало или потому что тебе не понравилось Ты уж определись, чувак То уж сложно в неё играть легко, это не важно Она тебе не понравилась А если тебе не понравилось то, что в неё сложно стало, это другой вопрос Но ладно, давайте дальше Я почти за каждый бой получаю 0 ТП и 300-500 РП Ну тут ясно становится понятно, почему ему сложно И раз ты, чувак, получаешь 0 ТП, значит ты никого не убиваешь И это не потому что игра сложная А потому что ты, скорее всего, неправильно играешь И даже с большей вероятностью у тебя неправильный крафт И тут нужно не жаловаться на то, что игра сложная А попробовать подумать, что исправить в своём поведении В своей игре и в своём крафте, чтобы игра стала проще Это мне уже надоело Я думаю, ну наверное он уже просто там дошёл до какого-нибудь 7-го, 8-го тира Что уже просто, ну вообще, вот реально тоска У чувака, вот никак не идёт игра Уже столько просидел на ней, столько уже перепробовал вариантов крафтов Всё никак-никак Вот, дальше Я понимаю, крутая игра, но я не могу перейти на 4-й тир Я офигел, серьёзно, для меня прям мир перевернулся на этом моменте, когда я дочитал Я думал, там серьёзно, чувак уже дошёл к какому-нибудь 7-го или 8-го тира Что-то ему сложно стало, вдруг никак Но он перешёл, не может перейти Вот опять же, не мог перейти на 4-й тир Дальше, перешёл Так зачем ты перешёл, если ты не мог туда перейти? Если ты на 3-м тире страдал и мучился Ты думаешь, если ты пойдёшь дальше А чем дальше, чем, естественно, более совершенные крафты Тем более лучшие игроки играют Ты думал, что ты там станешь лучше играть вдруг? Ну, это как-то странно, чувак, это вообще нелогично Вот, и дальше Ну, меня там ещё больше нагибали, чем на 3-м тире Ну, конечно, ты перешёл на каком-то говнокрафте, видимо, 3-го тира на 4-й каким-то образом Его туда затащил И, да, это бесполёзно и тупо, чувак Я абсолютно с тобой согласен Потому что если ты заходишь в какой-нибудь гей-бар И тебе там не понравилось Не надо бежать к 6-ю, танцевать около него Вряд ли тебе это понравится Раз тебе в самом начале не понравилось Логично тебе, чувак, я тебе могу посоветовать Поиграть на 1-х и 2-х тирах, понять какую-то механику игры, что ли Как она вообще устроена И что нужно делать, чтобы побеждать И потихонечку развиваться А не стремиться куда-то выше, где ты не справляешься с трудностями, которые тебе игра предлагает Но Robocraft это примитивнейшая игра Она просто, это самая аркадная аркада В ней не может быть сложно В ней просто вот играешь в фуфан так на расслабоне Подпиваться, и ты там по 5 киллов можешь зарабатывать Если у тебя накибучий крафт Так что здесь нужно просто постараться И, скажем так, если тебе игра не понравилась Зачем рассказывать, что ты там не убиваешь никого Ты страдаешь, зачем ты на 4-й тир перешел Опять же, очень странно То есть, если тебе игра понравилась То ты постарайся разобраться в ней просто-напросто Посмотри видео побольше Посмотри, как другие играют На чем ездят И тогда у тебя все будет Но если тебе игра изначально не понравилась Зачем мучить себя и вот там на 4-й тир заходить Это мне не ясно Но я надеюсь, что мой комментарий тебе помог В Скайриме дико проработаны барды в тавернах Они когда поют, из них играет музыка Да, ребят, это лучшее описание проработанности Бардов в Скайриме А также человек просит предложить ему пару-тройку Хороших, качественных игр И это вы можете сделать в комментариях Хороших, пару качественных игр А я вам подброшу, допустим Neverwinter's Night Первая часть Baldur's Gate Первая часть Ну там были какие-то просто потом всякие перевыпуски И прочие шняга Вот это нет Вот вам парочку игр Которые действительно стоит обратить свое внимание Которые интересные и качественно проработаны Как можно час бахтерить Хе-хе-хе Я до сих пор жрачным, блин Какой бахтерить? Что это вообще за слово? Так тебе его взял, чувак? Какой бахтерить? Как можно час бахтерить? Это ж... Я не знаю, это как батрачить Или, я не знаю, там Шахтерить, вахтерить, бахтерить Я, честно, вбил в гугл Ничем я не выдал гугл на это слово Но чувак просто вообще отлично слово придумал Бахтерить Но можно и час, и два, и пять Поверь мне, если тема для тебя актуальна И она трогает тебя за душу То можно говорить о ней долго Долго говорить нельзя о том, на чем тебе насрать абсолютно Вот, так что не надо Может быть он бахтерить имел в виду Но выражение своих чувств ярко это не бахтерт В общем-то Это просто обычное проявление чувств Это хорошо и правильно, если вы можете это делать И это лучшая пошаговая игра всех времен Имеется в виду операции Сайлент Сторм Попинаешь руками Лечишь Бегаешь вправо и влево И профит Рука-лицо Чувак, ну да Ты, видимо, пришел из реальной жизни И увидел здесь абсолютно бессвязанную хрень Потому что в реальной жизни можно пойти Пробежать кросс вокруг дома И тем самым улучшить свои навыки стрельбы Или полежать на диване И улучшить свои навыки медика Ну вот именно так оно в реальной жизни, видимо, работает Такая система, когда ты реально бегаешь кросс Улучшается твоя выносливость Стреляешь, улучшается меткость Это действительно реалистичная и качественная система Ролевая, которую очень редко почему-то сейчас используют вообще где-либо Ну потому что проще как раз-таки использовать просто абстрактный опыт Который ты получаешь за что угодно И прокачиваешь потом что угодно Что абсолютно нелогично и вовсе нереалистично И я, по-моему, повторяюсь Так, и давайте вернемся к тому, чем я хотел закончить Это задачка, ребят Пеленский фермер Бухарик разводит хрекоплюхов Эти животные размножаются так быстро Что их поголовье ежедневно возрастает в три раза Но начиная с третьего дня На ферму повадилась стая страшных зверей-долбогрызов Каждый вечер пожирающих вдвое больше хрепоплюхов Чем их было в предыдущий день Сколько хрепоплюхов будет у фермера на восьмой день Если в начале их было десять Свои ответы вы можете писать в комментариях А также не забывайте писать хорошие комментарии На которые есть смысл что-то ответить и поразмышлять А на этом я буду с вами прощаться в пилотном выпуске шоу Название которого я не буду называть Потому что я могу еще сто раз передумать Но надеюсь, что развлекал не только себя, но и вас Субтитры сделал DimaTorzok